Страсти накаляются, а новые подробности становятся все интереснее. У жителей проспекта Строителей, где сейчас идет скандальная стройка офисного здания, на руках оказалось разрешение на возведение этого объекта. Только в нем фигурирует общая площадь не 680 квадратных метров, как недавно заявила мэрия, а 394. Стоит отметить, что именно на этот документ до середины ноября опирались все ведомства, которые давали ответы возмущенным жителям по поводу застройки. У нас на руках разрешение на строительство, копия разрешения на строительство, вот оно у меня здесь есть, на 394, прошу прощения, 394 и 34 квадратных метра. То разрешение, которое было нам предъявлено в сентябре, когда рубили деревья, то разрешение, которое было озвучено у нас на Народном сходе, более того, то разрешение, на которое ссылаются в своем ответе чиновники из архитектуры и градостроительства по нашему письменному запросу. И у нас есть этот ответ. И ответ мы получили 14 ноября о том, что строительство законное и что оно проводится на основании этого разрешения. Можно предположить, что поправки, касаемо увеличения площади, были внесены совсем недавно. Насколько это законно, предстоит выяснить. И еще одна пикантная подробность. Инвесторами, а значит финансово заинтересованными в стройке лицами, могут быть два депутата городской думы. У нас есть информация, и она, наверное, будет подтверждена, о том, что с инвесторами, участниками всего этого являются депутаты нашей думы. То есть это не закрытая информация. Она добыта нами совершенно официальным путем. Мы об этом будем говорить. То есть те, кто нас защищает, кого мы выбирали, кто приходил, утирал нам слезки нашим бабушкам и говорил, ой, я на вашей стороне, вы знаете, этот человек, и он не один, он оказался главным участником этого процесса. Пускать дело на самотек жители не собираются. Да, новое здание построят. Проигран главный бой, но не проиграна война. Бабки сказали, мы с наших нищих пенсий денег дадим. Будем нанимать адвоката, не Ивановского. Будем проводить независимую экспертизу, не в Иванове. Но помимо этого, конечно, мы будем обращаться к президенту. Это естественно. Потому что к нашей власти, как получилось, обращаться бессмысленно. Ситуацию, сложившуюся на проспекте строителей, на пресс-конференции прокомментировал вице-губернатор Александр Фомин. Еще Михаил Мень давал поручение мэрии разобраться в ситуации. Видимо, разбирательства закончились в пользу инвестора и застройщика. Пройдя определенный путь в оформлении документов, там наступает такой момент, когда, собственно, и возврата практически нет. Если бы все разрешили, просмотрели, застройщики получили все соответствующие разрешения, то они, в любом случае, даже через суд получат разрешение на строительство. Тем не менее, вице-губернатор подчеркнул, что вопрос пока открыт. У него еще состоится встреча и с застройщиком, и с главой администрации. Аналогичная ситуация назревает и на Громобое, напротив Красной Церкви. Там тоже разрешено строительство, но жители против.